Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об очень серьезной теме. Это профилактика пожарной безопасности, поскольку в последнее время количество трагедий в пожарах у нас в городе стало больше. И гость нашей студии Ермек Женебеков, старший дознаватель по особо важным делам управления по чрезвычайным ситуациям из Каменогорска. Добро пожаловать к нам в студию. Сегодня мы как раз поговорим об этой теме. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49, также присылать вопросы на номер WhatsApp, плюс 737-235-1034. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Мы знаем, что наши спасатели постоянно говорят о том, профилактику проводят, информационную работу, и со СМИ очень тесно работают по теме пожарной безопасности. И, может быть, для многих это стало вот, ну, как-то вот, вот почему вы постоянно об этом говорите. Ну, мы понимаем, да, что это необходимость, поскольку вот буквально на днях, вот у нас, допустим, в Белусовке, да, произошел трагический случай, когда в пожаре погибла женщина. И семье, да, мужу с ребенком удалось спастись, но вот супругу не смогли они спасти. Дом был охвачен огнем, и как бы, ну, это действительно страшно. И каждый, к сожалению, может оказаться в подобной ситуации, если не предпринимать важных шагов для сохранения своей жизни. И потом, может быть, из-за чьей-то оплошности, да, из-за каких-то технических неисправностей, можно лишиться и своего имущества, и жизни, и вообще всего, да, на свете. Ну, вот начнем с того, да, как обстановка в Усть-Каменогорске на сегодняшний день, много ли погибших, да, на пожарах. И, ну, наверное, какие вот сейчас самые важные, приоритетные моменты в вашей работе вы можете озвучить. А. На административной территории нашего города в 2023 году, с начала года, до сегодняшнего дня уже зарегистрировано 30 пожаров. Основная часть пожаров приходится на частный сектор, где проживают жители нашего города и используют отопительные печи. И пожары, на пожарах мы уже потеряли 3 человека в этих пожарах. По сравнению с прошлым годом, 2022 годом, на этот же момент произошло 28 пожаров, но человеческих потерь не было. В этом году у нас идет увеличение. Также в этих пожарах получили отравление угарным газом. У нас 4 человека уже зарегистрировано, которые более суток пролежали в больницах с различной степенью отравления угарным газом. В общем, за 2023 год у нас произошло 231 пожаров зарегистрированных. А по сравнению с 2021 годом у нас произошло 246. Идет по общим количествам снижение пожаров. Но стоит отметить, что люди-то гибнут. И это, несмотря на то, что проводится широкая информационная работа. Мы знаем, что наши спасатели буквально практически каждую неделю делают обход. По области, если не ошибаюсь, было 160 тысяч рейдов проведено. То есть это, вслушайтесь, цифра, насколько она серьезная, огромная. Это не просто позвонил по телефону и сказал, а лично спасатели заходят в каждый дом, который в рискованной ситуации находится, в частном секторе, например. И рассказывают, объясняют, какие-то памятки выручают. Но через какое-то время происходит буквально там же пожар. Например, в той же Белоусовке в сентябре приходили, рассказывали о мерах пожарной безопасности. Но трагедия произошла. И вот в связи с этим, конечно, наверное, проводится большая работа. И стоит, наверное, сказать еще раз о том, каковы причины пожаров и где чаще всего они происходят. Нашим департаментом огромная работа производится в этом направлении профилактики. В различных мессенджерах, на сайтах, везде показываются все меры, которые необходимо соблюдать жителям при эксплуатации печи, при эксплуатации электрооборудования. Все эти материалы выкладываются, и люди просматривают данные материалы специально в Инстаграм-странице, Ютуб-странице, каналы. Также в подразделениях, которые район выезда их не имеется, за каждым сотрудником закрепляется улица, частный сектор именно. Перед отопительным сезоном сотрудник обходит данные дома, разъясняет всем жителям о мерах пожарной безопасности, что, как, должны, рекомендательные листовки раздаются на казахском, на русском языках. И в некоторых случаях берется в учет то, что данные жители проживают с нарушениями, то, что без нарушений. И такого характера у нас ведется работа. Ну вот самое главное, да, что мы знаем, что жители, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, допустим, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные мамы, им как раз наши спасатели вместе со спонсорами, с исполнительной властью города помогают. Они им устанавливают датчики угарного газа. Вот почему датчики важны и почему не стоит игнорировать никогда вот этот важный прибор, почему он нужен в каждом частном доме? Датчик угарного газа у нас устанавливается, так как вы и сказали, в социально уязвимом и многодетным семьям, которые вычисляются при обходе, берутся с местных исполнительных органов, которые в учете состоят, в социально уязвимых. К ним, к домам устанавливаются данные датчики. Датчик предусматривает концентрацию угарного газа, содержание угарного газа в помещении. Потому что угарный газ, он бесцветный, без запаха. И человек не может почувствовать этот запах. А данный датчик устанавливается, и он информирует о том, что в данном помещении имеется угарный газ. И информирует звуковыми сигналами. Если кому установили данные датчики, то необходимо проверить работоспособность, заменить батарейки, которые там отрежут, пальчиковых установлены, и в дальнейшем эксплуатировать при отопительном сезоне обязательно. Но самое главное, что они ведь уже спасли немало жизней. И регулярно об этом как раз-таки спасатели рассказывают во всех каналах связи, которые есть и в социальных сетях, и в СМИ, и так далее. Ну вот вернемся все-таки к наиболее частым причинам пожаров. И в каких домах, в каких районах, на каких участках чаще всего происходят пожары? Причинами пожара являются у нас основные три причины. Это эксплуатация печи, эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Эксплуатация печи, то, что печь при монтаже устанавливают в дом, не соблюдается противопожарный разрыв, отступы от горючих оснований. И происходит тление и дальнейшее возгорание самого дома. Ну а вот, кстати, интересный момент. Если человек при строительстве, допустим, начинает возводить печь, получается, сами строители, у них же есть какие-то строительные нормы. То есть, получается, они их не соблюдают, либо с какими-то нарушениями изначально это происходит? Изначально они как бы не рассчитывают риски. То, что нагретая часть от печи, дымоходы, труба сама может соприкасаться с горючими веществами. Это то, что дерево, пластик, например, на кровли, на потолочном перекрытии, на поле из покрытия обязательно должен быть установлен фундамент печи. То есть, часто бывает и так, что даже не из-за халатности человека, а из-за того, что изначально с нарушениями было построено, и как бы он не чистил эту печь, как бы он не пытался, он все равно, скажем, в зоне риска находится изначально. Да, изначально он находится в зоне риска. И со временем, получается, по эксплуатации некоторые части могут выпасть. Например, азбистовый, то, что он поставил 10 лет назад, то он может свойства потерять, и, получается, открыться горючая часть дома. Ну, в этом случае нужно ее перестраивать полностью, получается. И где они, допустим, хозяева дома могут получить необходимые инструкции для того, как вообще правильно это делать? На сайте у нас в любом интернете можно набрать правила пожарной безопасности и печное отопление, глава, как использовать, как чистить. Все у нас прописано там. То, что перед началом отопительного периода необходимо все части печи, дымоходов прочистить от сажи. И в течение каждого 2 месяца, 1 раз в 2 месяца необходимо очистить все части печи. Потому что накапливается, и имеется риск того, что дым может проникнуть в дом и угарным газом отравиться. Ну, а вот на вашей практике часто ли бывают такие случаи, когда вот именно из-за того, что человек просто живет в доме с печным отоплением и говорит, да я и не знал о том, что нужно следить вот таким или таким образом, что такие правила есть, и просто их не соблюдает сознательно? В практике, да, бывали случаи. Человек утром затопил печь, наверное, в ненавном у меня случай был, и семья уехала, а дома никого не было. Дом затопили, и на потолочном перекрытии произошло тление, получается. Они прибежали, откуда пожар, что там произошло. Мы им объяснили, все растолковали, что произошло такое-то тление и дальнейшее возгорание. Кровлю перешло. И объясняем то, что необходимо было соблюдать все нормы, правила, которые утверждены нашим министром. Указаны все разрывы, как я ранее говорил, противопожарные. Человек, может, и не посмотрел или не знал об этих правилах. Это уже можно будет с этого, как программу посмотреть на сайте, учесть все, что оно должно соблюдаться. Ну а вот, допустим, отравление угарным газом, откуда оно происходит? Почему, откуда этот, а, вот у нас звоночек сейчас, послушаем сначала звоночек от зрителей. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Я хотела задать вопрос. Вот 12-этажные, три дома на берегу Иртыша стоят, имени Славского. Никакие пожарные, в общем, все загоможденные. И никто, в общем, если будет пожар, никто никуда не выбежит. Вот кто-то может приехать проверить. Все пожарные, все загоможденные. Я так понимаю, что там проезда нет, да, к этим домам? Нет, я так понял, что у пути эвакуации загроможденные пункты. В наших правилах предусмотрены... Спасибо за вопрос. Такой вопрос, что все эвакуационные выходы должны быть очищены, никаких мебелей, велосипеды, коляски обычно. Вот, как раз многоквартирный жилой фонд, да. Мы часто с местной полицией производим рейды. Население об этом уведомляем, что необходимо убрать данные мебели, если установлены коляски, велосипеды, то, что они загромождают пути эвакуационные. Ну вот здесь как бы такой момент, да, мы тоже вот не раз говорили на тему проблем, да, вот связанных с вот захламлением вот этих вот путей эвакуации как раз в многоквартирных домах. Вот здесь, помнится, мне советовали связываться с КСК или вот, ну, сейчас у нас ОСИ, ПТ, да, ну и, наверное, стоит привлечь и наших спасателей, да, может быть, на какую-то общую встречу, где будет уже решено, ну, полностью, да, как в этом доме разобраться с этими выходами эвакуации. А вообще, по факту, если говорить о том, что, ну, это ведь, получается, собственность жильцов, да, то есть они как бы сами на общем собрании, наверное, с председателем ОСИ должны решить этот вопрос, поскольку это вот, ну, именно их же собственность, да. Но спасатели, конечно, должны проконсультировать, как это должно происходить. И это ведь не только вот в этом районе, это у нас практически везде есть многоквартирных домов, где вот, ну, по стандарту, допустим, в определенных местах расположены эвакуационные выходы, но там люди ставят мебель, какие-то там велосипеды, там старые лыжи, то есть это вот, ну, как кладовку какую-то организовывают, либо вообще там почему-то закрыто, например. И это, ну, затрудняет, не то, что затрудняет, а вообще просто блокирует, да, все выходы, и если что-то случится, не дай бог, то люди окажутся просто, ну, вот, заблокированы, да. Да, и до тех пор, пока, ну, там, люди хранят старые вещи, они об этом, конечно, не задумываются. Но по правилам, да, там как раз... По правилам пожаробезопасности расписано, да, данный пункт, что эвакуационные выходы должны быть не загромождены, и проход людей должно быть беспрепятственным. Угу. Ну, вот, вернемся, да, к вопросу, о котором мы говорили, про угарный газ. Откуда он появляется и почему он опасен? В первую очередь угарный газ появляется из продуктов горения любого вещества, может, пластика, дерево, это угля. Я часто в жилых домах, если печь не будет, например, вовремя потещено, дыму выходить некуда, он выходит в помещение прям, в дом. И человек в организм попадает, угарный газ, и человеку хватает минут 20-25, чтобы смертельный исход даже может быть. Это происходит... Угарный газ попадает через дыхательные пути в легкие, в кровеносную систему, и происходит паралич организма. Ну, вот, это мы сейчас говорим именно о частном секторе, да, о печном отоплении, но вот в этом году, я думаю, не менее актуально сказать и о многоквартирных домах, да, где из-за различных, да, мы знаем, ситуаций, которые происходили с ТЭЦ, да, в разных городах Казахстана это было, люди подключают много обогревательных приборов, и в связи с этим, наверное, ну, как бы угроза, да, какая-то возникла того, что могут быть перегружены электросети. Ну, вот, что делать в таких случаях, как обезопаситься, ну, то есть, греться-то как-то надо все равно людям, они же не могут не прибегать к помощи, допустим, дополнительного обогрева. Надо стараться не включать одновременно все мощные электропотребляющие приборы, если включили тент обогревательный, то необходимо отключить другие, чтобы не перегружать сеть, чтобы нагрузки не было. У нас еще один звоночек, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло. Я, извиняюсь, повторно спрашиваю, будет ли проверка этих домов, вот, в случае пожара. Я, товарищ Лукавец, что с участковым приходили, неправда это. Вот эти три дома. Ну, поняли ваш вопрос, спасибо еще раз. Ну, я так понимаю, что необходима проверка в этих домах. Вам необходимо будет, ваш район выезда обслуживает пожарная часть в районе Протазаново, 97-1. Можете подойти и обратиться в устной форме, в письменной форме, чтобы указать все адреса. И наши сотрудники отработают ваш дом, проверят на наличие, нарушение правил пожарной безопасности. И вам предоставят письменный ответ. Спасибо вам за ответ. Ну, вот, как раз в продолжении этой темы, да, при каких случаях жители могут к вам обратиться, или, там, допустим, представители, там, малого и среднего бизнеса, там, физические, юридические лица, для проведения какой-либо проверки? Или проверки производятся только, ну, вот, я не знаю, в плановом, допустим, порядке? Да, проверки у нас до 2024 года сейчас мораторий объявили президентом. Ну, это по бизнесу, а жилые дома? Да, жилые дома только по жалобе. По жалобам, да. Если имеется угроза жизни людей, так же могут обратиться в письменной форме или сообщить об этом. Ну, а потом, дальше, что происходит? То есть, обратились жители, приехали специалисты? Специалисты оценят и дадут полный масштабный ответ, что угроза имеется или не имеется на данном участке, что необходимо тем или иным людям разъяснительные работы провести, или привлечь к административной ответственности, если даже... Ну, получается, если находятся какие-то проблемные моменты, там уже будет вотчина либо, допустим, того же ОСИ, да, если это в жилом доме, то есть это уже на самих жителей ляжет ответственность, либо на председателя, допустим, того же ОСИ. Если речь идет, допустим, о каком-то объекте, который непосредственно вот возле, например, жилого дома находится, и жители решили, что объект построен с нарушениями, допустим, правил пожарной безопасности, они считают, что он может причинить ему угрозу. Они могут к вам обратиться? Обязательно в порядке. В общем, в письменной форме, так же, как я и говорил, будет рассмотрен данный материал, то, что он также предоставляет ли угрозу жителям, и соблюдение всех норм, которые предусмотрены в правилах пожарной безопасности, будет учитываться при этом. Ну, а потом, получается, уже после того, как выявлены какие-либо нарушения, уже собственник бизнеса будет разбираться дальше с другими уполномоченными органами. Ну, вот вернемся к вопросу, который предыдущий у нас был. И все-таки, если говорить об электроприборах, часто ли в последнее время были ситуации, когда вот именно из-за неверной эксплуатации или перегруза сети, допустим, в квартирах что-то происходили, какие-то возгорания или большие пожары? В прошлом году осенью, помнится, у меня выезжали мы на улицу Бажова, там в кухонном помещении на втором этаже была перегрузка, были все соединены, все электроприборы в один удлинитель, и находилось это за морозильником. И произошло короткое замыкание с перегрузом, и прям кухня загорелась. Ну, это говорит о том, что имелась перегрузка, и электроприборы эксплуатировались с потерей изоляции, соединения были соединены, может, в случае того, что скрутки были в этих проводах, и изношенность самой сети тоже повлияла. Ну, а вот когда вы приезжаете прям вот на место, да, ведь у нас люди же, они же не понимают, да, до последнего, насколько может быть страшным вообще пожар, да, его последствия, ну, как-то не задумываются особо об этом, пока их это лично не коснется. И человек, который лично своими глазами видел это вообще, как это происходит, и что остается после пожара, ну, наверное, лучше всех может рассказать о том, ну, как вообще не надо этого допускать ни в коем случае. Вот какой самый такой вот случай, который вам запомнился, и после которого, ну, реально у вас жизнь разделилась на до и после? Случай, так сказать, то, что детская шалость, вот у меня случай есть, так сказать могу, по проспекту Исимбелина, случай был, дома находился ребенок с друзьями, четыре подростка, это лет 10-12 лет, они, получается, разожгли спичку, две спичинки, и то, что в ТикТоке посмотрели видео, ну, как, в какую сторону вернется зажатая спичка, и повторили это видео в доме прям, и выбросили данную спичку, не потушенную в мусорное ведро, и мусорное ведро начало загораться. Мусорное ведро находилось в балконе, и они сами зашли домой, даже забыли про эту спичку, ушли в кухонное помещение, сидели, чай пили, из-за чего, сами не знаем, говорит, причины. Потом по прибытию начали обследовать, думали, что с верхних этажей, то, что кинули непотушенную сигарету, а сигарета должна была упасть прямо под окно, там балкон, лоджия, закрытая, а под окном именно нет, это то, что могло привести от сигареты. Верхние этажи опросили, у них не было курящих людей, они на восьмом этаже, и сверху только один этаж был. Потом у этих детей начал спрашивать, что произошло, как, объясните, говорю, нет, мы не знаем, и побоялись от мам своих. А потом посмотрели в другую мусорку, а там уже лежала спичка. Я говорю, спрашиваю, откуда она появилась, и только тогда, в этот момент, они начали мне рассказывать, то, что играли в такую игру, и всем настоятельно требую, чтобы жителям игры объяснить, что игры со спичками, с открытым огнем, это очень опасно. Ну, казалось бы, в 12 лет-то уже ребенок должен понимать, что если спичку не затушить и бросить в мусорку, то, соответственно, она загорится. Однако же, видимо, нет. Надо постоянно разъяснять детям. Ну, и получается, пожар там достиг какого уровня? Там еще не успел загореться. Днем было, и все увидели, что с балкона идет дым. Быстро предупредили. Ну, вот еще такой момент, когда мы говорим, допустим, там о детской шалости, о том, что дети могут, ну, там, допустим, использовать, да, вот эти вот все спички там, зажигалки и так далее. Это понятно, да, но как бы наши спасатели ведут большую масштабную работу в школах, в колледжах, в университетах, с дошкольными даже учреждениями, в лагерях в летних, где учат детей не только правилам пожарной безопасности, как выживать в зимнем лесу, как плести канаты, как разжигать там, допустим, огонь так, чтобы он не повредил там, допустим, вокруг ничего и так далее. И при всем при этом еще у нас остаются дети, да, подростки и взрослые, к сожалению, которые не понимают, как элементарно необходимо правила безопасности соблюдать. Но вот если перейти вот к моменту, да, касающемуся именно вот многоквартирного, да, жилого фонда, о котором мы говорили, есть ведь еще одна большая проблема, да, которую мы не обсудили, это блокировка не только вот эвакуационных выходов, а блокировка проездов именно к этим домам. И это уже стала проблема не только, ну вот, наших спасателей, да, это ведь и скоро помощь не сможет проехать, ну, мало ли что может случиться. Вот об этом тоже расскажите. Какая работа проводится для того, чтобы жители оповещать, чтобы они расчищали ходы к домам? Каждый водитель, паркуя свой автомобиль, должен помнить, что в его двор могут заехать пожарная техника. Пожарная техника у нас крупногабалитная, на базе КАМАЗ, Урала, ЗИЛОВ. И спецтехника тоже больших крупногабалитных размеров. И проезды мы часто делаем, рейды по узким проездам, то, что необходимо, привлекаем сотрудников полиции к этим же рейдам, чтобы разъяснительные работы наши производились с жильцами и с водителями данных участков. При пожаре, это как, каждая секунда у нас дорога, человек может быть заблокирован в любой ситуации, его надо спасать, и в считанные секунды каждая важна. И надо помнить об этом всем жителям, кто ставит автомобили, старайтесь на других парковках перепарковать. Ну вот у нас не только автомобили ведь мешают, но и вот эти самодельные шлагбаумы, с которыми буквально недавно наш городской Акимат воевал. И разного вида есть шлагбаумы, есть такие умные, которые при, допустим, когда сигнал поступает от того, что это машина именно экстренных служб, он открывается, потому что там все по правилам поставлено, и там как бы нет с этим проблем. А есть ведь у нас и такие, когда там веревочки какие-то расставлены, или вообще бетонные плиты. Вот здесь как раз проводилась работа, да, и совместно с полицейскими, спасателями, городским Акиматом, для того, чтобы такие проезды расчистить. Такая огромная работа производилась. Вот осенью у нас Акиматом демонтировались все невзаконно установленные шлагбаумы, потому что в правилах расписано то, что каждый шлагбаум должен быть оборудован специальными цитами КПП. Человек должен находиться, если при виде, что необходимо заехать спецслужб, спецтехники, то должны быть открываться. Но то, что установили звуковые сигналы, тоже предусмотрено. Ну а у вас в вашей практике было такое, что вы не смогли попасть куда-то, допустим, из-за того, что там жители сами что-то установили? Да, то, что я же говорил, как спецтехника, она требует крупногабалитных размеров, и могут не раздвигаться вот этих спасательных лестниц на лапы, то, что мешать вот этим передвижению самого личного состава, который будет тушить, вытаскивать целые рукава. У нас, кстати, даже спасатели проводили неоднократно учения совместно с самими жителями многоквартирных домов, чтобы вот как раз им рассказать, как это все происходит и показать на практике, как вот с верхнего этажа, там, с восьмого или с девятого, допустим, эвакуировать человека, и что для этого требуется сделать. И, ну, мне кажется, нужно чаще проводить, наверное, с жителями именно такие учения, чтобы сами жители увидели, как это сложно, как это страшно и как это быстро необходимо сделать. Ну, вот, если говорить, да, о проверках пожарной безопасности, много ли вообще жалоб поступает от жителей, насколько у нас активные жители, да, как часто они к вам приходят, и часто ли бывает, что, ну, допустим, жители слишком бдительны, и, ну, по исходу проверки ничего не выявляется, и, ну, как бы это уже как, можно сказать, что это они более бдительные, чем хотелось бы. Такие случаи тоже бывают. Поступает и обращение, то, что, как говорили, загромождение путей эвакуационных, на шлагбауму часто писали нам жалобы. Часто, да, тоже? Да, жалобы, да. То, что эвакуационные выходы также загромождены. И все, каждая жалоба отрабатывается нашими инспекторами и вносится в вердикт до решения суда, некоторые материалы уходят, то, что. Ну, а часто вот приходится, допустим, сталкиваться с халатностью, ну, каких-нибудь коммунальных служб или там КСК, допустим, которые не идут навстречу. Серьезно, юридические, физические лица все могут привлечены к ответственности за несоблюдение также правил пожарной безопасности, если выявится, конечно же. Ну, если вот говорить, допустим, о том, что, допустим, если на дачах, да, вот у нас часто же бывает, особенно в летний, да, осенний период, если сосед, допустим, по даче, да, видит, что его сосед, да, вот, ну, который непосредственно рядом находится, не соблюдает правила пожарной безопасности, вот сухостой сжигает, да, не обращая внимания на ветер, в неположенном месте, его может разнести по всем дачам, и у нас часто очень, да, бывают пожары именно по этой причине. Что делать в таком случае, часто ли к вам как раз вот обращались под таким вопросом? Да, у нас случаи были, это мы, в общем, называем пожароопасным периодом, когда сухостой, ветер, и особое внимание уделяется тоже дачным участкам, жилому сектору, где производят очистку, сухостой, сжигание его, на постоянной основе проводятся рейды по этим участкам, и выявляется, вплоть даже, бывает, что мы даже посещаем, и сжигание самой этих мусора, сухостой, и привлекаем данных людей за нарушение этих требований. Ну, для людей, которые увидят такой момент, то надо необходимо срочно позвонить по номерам 101, 112 и сообщить, что, где и как, и что угрозу предоставляет данный, то, что ветер дует, ну, и адрес назвать. Ну, а сам человек может пойти на чужую территорию и начать тушить? Тушить, конечно, если уже производится. Ну, если вот он видит, допустим, задымление, а его сосед уехал, к примеру. Он в случае может. Ну, то есть, если он на чужой территории будет находиться, он не будет нести никакую административную ответственность за это. Ну, вот опять же, да, мы не зря говорили, да, очень часто нынешней осенью, да, и летом, в принципе, о том, что, ну, совсем большая угроза существует, да, в пожароопасный период, поскольку у нас регулярно, к сожалению, да, большие пожары происходят в лесополосе, да, мы знаем, что страдают огромные территории, да, и в заповедниках и так далее. Ну, что уж говорить, да, о дачах, где постоянно люди игнорируют правила безопасности, жгут вот этот сухостой и так далее. Вот в этом случае много ли вообще, ну, вот в 2022-м, получается, осенью, да, много ли было вызовов, и, ну, вот именно, да, в район дачи. И люди сами должны осознавать, да, какую ответственность они несут за то, что они допускают пожар или пожароопасную ситуацию. Каждый человек должен знать, что он в своем участке сам ответственный за пожарную безопасность. За пожарную, за несоблюдение могут привлечь и к административной, и к уголовной ответственности от потерь, от материальных ущербов, зависимости от этого. И то, что не соблюдил данный человек, его не освобождает от ответственности, то, что он не знал этого. Потом по сухостой хотел сообщить, что сжигание мусора разъяснить, как производить на дачных участках. Это от зданий и сооружений должно быть 50 метров. В специальной емкости прям разжигать можно. Если расстояние не будет соблюдено 50 метров от зданий и сооружений, и безветренную погоду обязательно должно в таре сжигаться мусор. Если так не предоставляется, то надо будет выносить. Но очень часто люди делают совсем не так, насколько мы знаем. Ну вот самый такой, наверное, интересный вопрос, да, это о том, как расследование происходит, да. У нас же часто бывает, когда и не по вине самого человека, может быть, как раз-таки по вине его соседа, да, который там что-то где-то. Вот когда вы начинаете расследование, что в первую очередь вы проверяете? Ну, когда вызывают на пожар, мы всеми методами рекомендуемся. Смотрим. Методом отсечения, вот, то, что... Вы проверяете несколько версий, да? Да, все версии поддерживаем. Ну, исключаем версию того-то, что помогло от печки, от электричества, от того-то. И приходим к одному и тому мнению, получается. И доказываем этому человеку, что он виновен в этом. Ну, если вот взять, например, многоквартирный дом, да, вот сгорела, допустим, квартира, сосед говорит, это вот из-за моего соседа он меня хотел поджечь, например. Да, и вы приезжаете и смотрите, да, вот квартира сгорела. Вы ищите какие-то, ну, проверяйте сначала какие-то выходы, там, розетки, да, допустим, или как это происходит? Наиболее поврежденный участок пожара, сперва осматриваем, именно от воздействия тепла. Источник, да? Да, источник, да, очаг пожара. Очаг. Очаг пожара, где начинался. Из-за чего мог он начаться, причину выясняю. А воткнуты были розетки, там, всякие смотрим эти. Или там какое-то еще что-то было, допустим. Да, курение, то, что вот часто у нас поселили. Спички, допустим, еще что-то. То, что говорил, в мусорных ящиках оставляет. Человек об этом как бы забывает, не задумывается, и такое происходит у нас часто. Ну вот самый интересный момент, да, что мы же говорим о расследовании, да, фактически там, где практически улик-то нет уже никаких, да, потому что там все сгорело. И у вас какие-то, наверное, есть технические средства, да, специальные для, там, может быть, что-то взять на пробу, да, какие-то, может быть, использовать. У нас специальные специалисты в лаборатории, они вызываются, если мы не можем определить причину, как назначитель, то их помощи привлекаем. Они нам помогают и свои версии тоже выставляют по причинам пожара. А потом вы это все сводите и делаете выводы. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова